до театра, и мы далеко от Харькова сейчас. Всё ли в порядке? Да, всё в порядке, ребят, всё в порядке. Ну, к сожалению, мы не смогли вывести все наши спектакли, многие, потому что надо было быстро уезжать. Так, ну, два спектакля получилось вывести, в общем-то. Ну, то есть декорации, костюмы, там, это всё, что с этим связано? Да, 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 да. Один из них, спектакль, вы как раз, я понимаю, Моня, который можно будет посмотреть в Доме латышского общества. Можно ли его назвать, вот мы тут говорили, Моня-спектаклем, вот как Моня-спектакль, или это по рассказу Эфраима Сивеллы, я понимаю, да? Да, Моня-сказки-сказки-знаменосец, знаменитая книга Эфраима Сивеллы о маленьком человеке на войне. Когда мы делали этот спектакль, мы никогда даже не могли предположить, что тема этого спектакля и сам спектакль будет настолько актуален, настолько важен в данное время, вот сейчас, сиюминутно. Поэтому мы как раз и будем говорить о человеке, о состоянии человека в военное время, и насколько важно в любых обстоятельствах, которые бы не случились, оставаться человеком в первую очередь. С большой буквой «человек». И это действительно сейчас самое главное, чтобы оставаться человеком. Чтобы мы все не... Я не очень люблю это слово, простите его за то, что я говорю, оскотинились, но чтобы мы не оставались людьми. И расчеловечились. Да, вот это... Да, ребят, да. Вот об этом спектакль, и мы очень рады, что нам удалось его... Нам удалось, во-первых, удается приехать в Латвию, это тоже немаловажно, потому что это очень сложно. А второй такой важный аспект, что нам удалось взять с собой реквизиты и декорации к этому спектаклю. Почему мы так за это говорим, про декорации, про костюмы? Оказалось, что у нас очень много спектаклей, сделанных декорацией и сделанных рукотворно, то есть вручную. Когда делались спектакли год-два, и так быстро эти спектакли совершенно не восстановить. Конечно, руки эти, они с нами, но время не с нами. Так быстро их не восстановишь, эти спектакли. А все эти декорации, реквизиты, они остались в Харькове, и судьба, в общем, этого под вопросом, я понимаю, да? Ну, пока в данной ситуации мы не можем въехать в Харьков обратно, чтобы забрать это все. Я просто пыталась это сделать. Они в порядке, слава богу, у нас в центре. Нам докладывают обстановку. Нам докладывают обстановку. Они в порядке, все, слава богу. Мы будем надеяться, что так это и будет. Но пока вернуться туда и забрать это дело очень сложное. Может быть, несколько слов для тех наших слушателей, которые даже пропустили, это наша не первая встреча. Что такое театр Лонжерон? Каким образом он возник, появился? И, может быть, несколько слов о репертуаре театра. Что еще, какие спектакли выставили? Ну, я попробую рассказать. Начнем с того момента, когда мы к вам приезжали, были у вас на эфире. И мы тогда привозили спектакль, который назывался «Теза с нашего двора». И те зрители, которые видели этот спектакль, и, по-моему, он очень был тепло и хорошо принят. Так вот, с этого спектакля и началась наша история. Первый раз мы сыграли и выступили как театр Лонжерон. 5 сентября 2008 года. В Одессе была премьера в Украинском драматическом театре. Мы сыграли «Тезу с нашего двора». И вот столько лет этот спектакль нисходит у нас с репертуара, и каждый раз он идет с неизменным успехом, потому что он актуален всегда. А в это время, которое сейчас наступило, тем более. Я думаю, что если бы зрители посмотрели его сейчас, то он бы воспринимался вообще просто невероятно. Ну, кроме того, у нас спектакли по рассказам нашего одесского автора Александра Берштейна. Два спектакля. Один «Вы меня улыбнули». Это такая комедийная, легкая комедия за Одессу, за то, какой была Одесса раньше. И по его же книге у нас спектакль, который называется «Как это кушали в Одессе». Тоже замечательная по рассказам Александра Берштейна. У нас есть еще спектакль «Анатолия Крыма», который называется «Письмо Богу». Это тоже рассказ о человеке, о его… Из цикла рассказа о еврейском счастье. Да, из цикла рассказов о еврейском счастье. И сейчас мы как раз и собираемся выпустить еще один рассказ… По книге «Анатолия Крыма». Один спектакль по рассказу Берл и Берта, тоже из цикла этой же книги и о еврейском счастье. А как это вот вы собираетесь? Да, да, да. Тот же самый вопрос. Вы, можно сказать, в изгнании, и у вас такие творческие планы. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как вы это собираетесь выполнять. Я сейчас это расскажу. Дело в том, что еще до того, как началась война, мы планировали, уже собирали декорации и готовились к этому спектаклю. У нас уже начались репетиции. А почему мы будем восстанавливать работу свою и репетиционную в том числе? Потому что, вы знаете, для любого человека важна какая-то мечта, какая-то его цель, важна цель. И если у человека отнять это все и поместить его в какие-то рамки, к примеру, даже в те же рамки, вот вы беженец, к примеру, мы понимаем вашу ситуацию, но вы в данном случае, мы вот вас будем... Но это не про нас, поэтому мы знаем, что для нас театр, это как бы, может, это будет громко сказано, но для нас это действительно жизнь. Если не будет у нас театра, если не будет нашего зрителя, то нам будет гораздо сложнее в этом мире вообще... Ну и существовать, наверное, вот так правильно сказать. Может показаться, что я громко это все говорю какими-то громкими словами, но это действительно так. Мы не хотим сидеть на пособии, мы хотим заниматься своей работой и тем, что мы умеем зарабатывать просто на жизнь. И, собственно говоря, так получилось, что мы не сможем без театра нашего. Это нам очень помогает. Помните мудрую фразу в фильме «В бой идут одни старики»? Война – это проходящее, а музыка – вечно. Поэтому людям... Да, говоря о войне, о музыке, о вашем творчестве, о том, что невозможно сидеть на пособии, а необходимо заниматься своим делом, своим призванием. А выбор, вот это все-таки монет, царский знаменосец, такая ироничная, полная еврейского юмора, довольно своеобразного и, в общем-то, грустного вещь, сочинения. Сейчас уместно ли, на ваш взгляд, во время войны, давать спектакль по чему-то такому более-менее веселому? Не более ли... Ну, трагедии не совпадают ли больше с происходящим? Вы знаете, вы знаете, конечно же, конечно, сейчас, наверное, уместно говорить о трагедии и все, но ведь это смысл, смысл такой еврейского счастья, ведь это же самое главное. У нас все спектакли – трагикомедия. без комедийного начала, ну, это очень сложно здравому уму мыслящему это все психологически как-то анализировать. А еврейский народ – это самый мудрый народ, на его плечи выпало очень много различных исторических событий и действительно трагических моментов очень много, но они умеют... Сохранили вот тот оптимизм. Сохранили тот оптимизм и тягу к жизни, к нормальной человеческой жизни, к человеческим каким-то основам. Ну, они сохранили те понятия милосердия, доброта, какие-то элементарные понятия. Это все есть в нашем спектакле. Поэтому это трагикомедия, поэтому это с долей юмора. Ну и потом, это действительно спектакль, который объединяет всех, там независимо от того, евреи, русские, украинец, белорус, татарин. Ну, есть такая ирония, да? Возможность посмеяться и над ситуацией, и над поступками над какими-то. Да, да. Люди будут смеяться до слез и тут же потом плакать, а потом опять смеяться. Полный катарсис. А у меня вот вопрос по поводу Харькова. Действительно, вот насколько культурная жизнь Харькова, может быть, несколько слов еще вот о том, что какие-то, может быть, известные люди, связанные с Харьковом? Насколько с этим городом происходило какие-то культурные события, которые имели резонанс за пределами города? Ну, мы не знаем. Культурная жизнь сейчас там замерла. Ну, в данный момент, да. Да, ну, я говорю вообще вот о том, что вот сколько там ярких творческих людей, насколько много театров, премьер, каких-то культурных событий, не знаю, выставок. Скажем так, тема Харьков на культурной карте мира. Ой, Харьков занимает очень видное место в этом. Я уже сказал про наш театр «Кукол». «Кукол» у нас замечательный оперный театр, опера и балета, потрясающий. Замечательный русский драматический театр, украинский театр, неплохой театр юного зрителя, скажем так. И вы знаете, у нас дом актеров в Харькове это тоже уникальное явление, потому что там до 20 негосударственных театров делили до недавнего времени одну сцену и было расписано каждый день, по два спектакля игралось на большой и на малой сцене. Потрясающе. Да, да, да. Ребят, мы тоже работали на этой сцене, потом мы ушли в Центр культуры и искусства недалеко, на улице Пушкинской. Театр «Лонжерон» был приглашен в этот центр, мы там одни были, и люди стали ходить в этот центр. Этот центр раньше был не очень известен, а после того, как туда театр «Лонжерон» перебрался, в этот центр культуры, то люди пошли в этот центр, и Центр культуры сам обрадовался. В Центре культуры очень много действительно культурных событий происходило в плане не только театральной жизни, но еще и происходило. Там центр художественное, очень много было художественных выставок, демонстрация фильмов и действительно выдающихся художников Харьковщины и выдающихся декоративных прикладных художников. Достаточно большое количество. И мы на глазах своих видели, сколько талантов в Харькове, сколько известных действительно личностей творческих. К слову, про Харьковщину и про художников там родился Илья Репин. И вот цитата из него. «Село Чугуево». «Здесь Чугуево я так наслаждаюсь красотами природы. Что за диво? Я никак не предполагал, что родился и провел детство, отрочство, юность среди такой необыкновенной и грандиозной природы». Да, есть, ребята. И вы знаете, вот тот Центр культуры, он расположен сейчас в здании, историческом здании 1910 года. Это особняк. В этом особняке жил долгое время Александр Довженко, величайший режиссер, советский. В 20-е годы он там жил. Именно в этом здании великий скульптор Монизер, который памятник Шевченко, самый лучший в мире памятник Шевченко, стоит в Харькове. Вот вы посмотрите, даже немцы во время войны не взорвали его и не уничтожили, потому что это действительно произведение великого искусства. Так вот, он свои работы делал тоже в этом же здании. Именно там он принимал актеров театра «Березиль», которые ему позировали. И именно там он делал свои слепки. Вот в таком историческом здании у нас находится сейчас театр. «Лоржерон». Вы же планируете вернуться? И мы не знаем, куда вернуться, ребят. Ну да. Ну я просто хочу напомнить, что и Людмила Гурченко родилась в Харькове, и Клавдия Шульженко тоже. Алексей Питренко, Наталья Фатеева, Елена Яковлева. Очень-очень многие актеры, выдающиеся актеры, которые харьковчане. Не говоря уже о том, что какое-то время там проводили даже Анри Барбюс и Теодор Драйзер в 20-е годы. Ну а если просто заглянуть вот в список, даже просто на Википедии, список театров, он просто на целую страницу уходит. То есть там, по-моему, больше 30 театров указано, которые существовали, действовали в Харькове. То есть это действительно такая прямо удивительная театральная столица. И что уж говорить о том, что в Харькове есть улица культуры. Это правда? Да, улица культуры, есть улица искусств. А на улице культуры жил Леонид Быков. Леонид Быков там жил. Вот именно на улице культуры. Культуры в доме театральных, там, где живут сейчас театральные. Там дом художников, дом архитекторов, дом работников театра. Именно там, на улице культуры. Там, где давали им советское время. У художников там свои мастерские. В общем, есть такая улица. Она в центре Харькова. Тихая, покойная. Но сейчас она не очень тихая. А так вообще замечательная улица культуры. Прекрасная. Я напомню нашим слушателям, что мы беседовали с Виталием Бондаревым, директором и актером театра «Лонжерон», заслуженным артистом Украины, и Галиной Панибратец, режиссером театра «Лонжерон». И совсем скоро, в это воскресенье, 27 марта, в Доме латышского общества можно будет посмотреть постановку театра «Лонжерон» Моня по рассказу Ефраима Севеллы. Так что будем очень рады видеть вас в гостях у нас. Будем надеяться, что латвийская публика также тепло примет, как вот в первый раз. В очередной раз. И далеко, конечно же, не последний. Держитесь. Мирного неба и скорейшего возвращения в любимый Харьков. Ну а пока добро пожаловать в Ригу. Хорошего дня. Всего доброго. По будням на Радио Болтков.